Винты наматывать бывает очень сложно, очень долго, и не все это умеют. Техники нужно отрабатывать годами, а басынка – это очень быстро. Что делать, когда нужно оказать первую медицинскую помощь? Как себя вести в критической ситуации, чтобы помочь человеку, а не навредить? Рассказали на семинаре по оказанию первой медицинской помощи ПМП в рамках программы подготовки волонтеров к поискам пропавших людей. Инструкции к действию будущим волонтерам давала работник Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан Гульмира Кужабаева. Для начала, рассказывает Гульмира, нужно оценить ситуацию, а затем уже переходить к действиям. Вызываем скорую помощь, четко говорим, что произошло, сколько пострадавших и какие виды травм. Если мы видим, что стоит высокая лестница, мужчина лежит возле нее в неестественной позе, само собой, мы уже оценку сделали, мы понимаем, что человек упал в большой высоте и тут же подразумеваем травму позвоночника. Оценив ситуацию, переходим к активной помощи. Сначала бегло осматриваем пострадавшего, стараясь определить характер ранений. Если человек находится без сознания, следуем определенной инструкции. Метод рычага, который мы обучаем, бывает, что, ладно, хорошо, это маленькая девочка, да, девушка, а если бы это был крупный мужчина, крупный, которому тяжело сдвинуть с места, для этого есть этот метод. Ближайшую руку поднимаем вверх, вторую руку мы прикладываем к щеке и, само собой, держим. Если мы отпустим, она у меня опять упадет, потому что она же без сознания, у меня все тело отмягшее. Я ее держу, дальнюю ногу поднимаю вверх и за эту же ногу я ее переворачиваю. Очень легко человек сам практически переворачивается. Потом фиксирую ногу, чтобы она не упала на живот, она лежит на боку, я приоткрываю ее рот, чтобы вся ручка проходила на руку. Если человек в сознании, то активные действия с вашей стороны могут его даже напугать. Вдруг вы не помочь решили, а, например, ограбить? Когда мы делаем халаты, вызывают доверие, да, безусловно. Они даже не спрашивают, что ты, что ты, они понимают, что врач, он нам поможет. Мы же обычные люди, в обычной организме мы же не ходим в белых халатах, мы их и не носим никогда. Мы подбегаем, даже, когда представить и сказать, что мы прошли курсы по первой помощи, мы умеем оказать помощь, позвольте нам вам помочь и так далее. И только с его согласия мы начинаем оказать первую помощь. И постоянно мы объясняем, что мы делаем. То есть сейчас мы будем, давайте мы снимем с вас рубашку, а давайте я проверю ваш пульс, а давайте мы сейчас поднимем руку, перебинтуем. То есть мы проговариваем, чтобы он прониклище к нам доверием. Первым делом мы всегда проверяем пульс. В случае, если он отсутствует, переходим к реанимационным действиям. По высчитанному стандарту для того, чтобы завести главный мотор организма, нужны 30 надавливаний и 2 вдоха. Когда мы проверяем дыхание, то есть мы прикладываем ухо, мы слышим какие-то вдохи, потом щита рядом находятся со ртом, мы можем почувствовать, да, связать. И глазами мы смотрим на другую клетку. Три действия, которые мы делаем при проверке дыхания. Я слышу, вижу и офисляю. Где-то 10 секунд я понимаю, что человек не дышит. Тут я кричу, зову на помощь, говорю, вызовите скорую помощь, человек не дышит. Если никого нет, то я сначала должна позвонить. Иначе, если я влечу, мне не должна уже останавливаться. А такой смысл делать свидетельную руку реанимацию, если скорую помощь не дышит. То есть долго сделать, это тоже невозможно. Потом важное правило, если мы начали делать свидетельную руку реанимацию, мы уже не останавливаемся в любительской помощи. То есть мы качаем кровь, и кислород поступает до мозга, и мы не даем мозгу умереть. Вот наша функция. Мы работаем вместо сердца. Попробовать оказать первую медицинскую помощь манекену по имени Аватар вышла Екатерина Рязаева. Девушка последние полгода посвятила волонтерству и надеется, что этот семинар поможет ей стать подкованной в вопросах оказания ПМП. Я люблю помогать людям, и считаю это очень важным. И хочу именно научиться, чтобы уже дальше все это делать, заниматься этим. Это не то, чтобы сложно, это немного странно, потому что ты боишься человеку навредить, ты не знаешь, как именно правильно это делать. Но решилась я, потому что нужно попробовать это, чтобы узнать это, уметь это. Мне кажется, это важно очень. Так как семинар нацелен на подготовку людей именно к поискам пропавших, то по окончанию двухдневной работы с волонтерами организаторы планируют получить добровольную, обученную начальным навыкам оказания ПМП, волонтерскую поисковую группу. По итогам обучения хотим, чтобы в этих городах сформировались группы инициативных граждан, которые при пропаже людей могли бы проявить себя и оказать содействие органам внутренних дел, комитетов по чрезвычайным ситуациям, именно в поиске пропавших людей, когда это необходимо. Вот когда нужна помощь простых граждан, именно органов внутренних дел при поиске пропавшего человека. Самое главное правило оказания ПМП – это не допустить, чтобы пострадал и тот, кто оказывает помощь. Ситуацию необходимо трезво оценивать. В волонтерских поисковых отрядах для этого есть лидер группы. При оказании ПМП есть правило 60 минут. В первые минуты золотого часа шансы выжить у пострадавшего человека максимально высоки. С приближением последней минуты они снижаются до минимума. Никто не знает, когда навыки оказания ПМП могут пригодиться. Может сегодня, а если повезет, то возможно и никогда.